За последний год запросом номер один на этом канале были правила успеха Эвана Кармайкла. Но Эван не хотел создавать такое видео. Поэтому его жена, его команда и его фанаты объединились, чтобы сделать это видео за него. Это был их подарок Эвану на Рождество. И вот результат. Я получил этот конверт с надписью Эвану Кармайклу с пожеланиями счастливого Рождества и Нового Года. С любовью ото всех, кто верит в себя. Хочешь посмотреть? Вау, это мои 10 правил. Посмотрим? Даже страшно немного. Он бывший венчурный инвестор, радиоведущий, блогер и предприниматель. Свою первую компанию он продал в 19 лет. Он установил два мировых рекорда. Он задался целью помочь одному миллиарду предпринимателей. Это Эван Кармайкл и его 10 правил успеха. В детстве, во втором, третьем, четвертом классе, у меня был целый букет нервных тиков. И некоторые из них были весьма постыдны. То я бесперерывно моргал, то дергал шеи, как заведенный, и пытался скрыть это плечом. Когда я шел по улице, я должен был идти либо исключительно по трещине, либо избегать трещин вовсе. Одним из самых позорных проявлений было то, что каждое утро я должен был как бы пнуть себя сам, то есть я норовил задрать ногу подальше, чтобы непременно достать пяткой до ягодицы. И это был мой своего рода ритуал перед началом дня. Иначе я попросту не мог. В школе я постоянно ввязывался в драки, и мои родители, конечно, были всем этим очень обеспокоены. Поэтому они решили показать меня детскому психологу. Я не знал, что это будет психолог. Родители просто сказали мне, что кое-кто хочет со мной поиграть. И мы действительно играли. Рассматривали чернильные пятна, и попутно я отвечал на ее вопросы. И первое, что посоветовал моим родителям специалист по ходу таких встреч, это как можно скорее сменить школу. Так, в пятый класс я пошел уже в другой школе и остался там уже вплоть до выпуска, и мои тики начали проходить. Можно сказать, я избавился от них полностью. На сегодняшний день у меня иногда возникают небольшие проявления, когда я волнуюсь, устал или думаю, можно заметить, как у меня двигаются уши. Но на этом все. И главный вывод, который я делаю из всей этой истории, это определенная важность твоего окружения. Потому что твое окружение может стать как поддержкой, так и может размазать себя по стенке. Заставить тебя закрыться и принять ничтожность своего существования. Так что подумайте, какие люди вас окружают, какие передачи вы смотрите, какие книги читаете, на какой работе работаете. Вдохновляет ли вас ваше окружение или опускает ниже плинтуса? Смена моего окружения оказала колоссальный эффект на качество моей жизни и привела к успешной предпринимательской деятельности. И смена вашего повлияет на вас аналогичным образом. Привноси ценность. Если хочешь, чтобы тебя ценили по достоинству, если хочешь построить успешный бизнес, тебе нужно создавать что-то по-настоящему ценное. Количество денег, которое ты сможешь заработать напрямую, зависит от того, какую ценность твой продукт будет нести для покупателей. Насколько ты будешь стараться им помочь? Это очень простая формула. Осуществить ее непросто. Но концепция элементарна. Если хочешь заработать больше денег, привнеси большую ценность и перестань конкурировать в цене. Тупое сбивание цены – это заведомо проигрышный вариант. Так хороших клиентов ты не привлечешь. Так тебе придется все время бороться за выживание. Так ты не сможешь нанять классных сотрудников в команду, так что перестань сбивать цену. Начни привносить ценность и уверяю, ты всей душой полюбишь то, что делаешь. И начнешь привлекать гораздо лучших клиентов. Ведь тебе хотелось бы работать с людьми, которые действительно разделяют твои ценности. А не просто угождать тем, кто гонится за самой низкой ценой, не задумываясь о качестве. Я верю, что у каждого есть главная ценность в жизни, ради которой он готов бороться. И когда вы выясните, какова ваша ценность, ваш бизнес и ваша жизнь кардинально изменятся. И дело не только в маркетинге и том, как ты позиционируешь себя на рынке, но и в том, кем ты себя окружаешь, какие люди привлекают тебя, какой ты создаешь продукт. Когда я осознал, что мое главное слово «верь», мой бизнес вдруг пошел в гору. Мои видео стали гораздо лучше. В мою команду стали приходить правильные люди. Я стал создавать действительно ценный для людей продукт, который они оценили и приняли. Так что я по-настоящему верю в это. И сейчас поделюсь с вами быстрым способом, как понять свою ключевую ценность. Первое. Подумайте, что вас делает счастливым. Что заставляет вас чувствовать себя живым. Чем вам нравится заниматься. Не думайте пока о главном слове. Просто напишите все, что вы действительно любите делать. Все, что наполняет вашу жизнь счастьем. И речь сейчас не о вашем бизнесе, а о вашей личности. Потому что сначала необходимо разобраться в самом себе, а потом уже применять эту информацию в бизнесе. Второе. Посмотрите, что объединяет все эти вещи. Определите, что общего есть у всего того, что делает вас счастливым. Что является тем самым клеем, и попытайтесь найти то самое слово, которое способно объединить все эти вещи. Вспомните свой самый любимый фильм, любимую книгу, лучших друзей, с которыми вы росли. Подумайте, что нравится вам в ваших родителях. Какой бизнес представляется вам самым интересным. Каким хобби вас тянет. Что объединяет все это. Для меня это вера. Например, мой любимый фильм «Фаворит» про коня-неудачника. Про жокея-неудачника, тренера-неудачника, владельца-неудачника. И о том, как работая все вместе, они смогли выиграть целый ряд забегов. Песни, которые я слушаю, это всегда что-то вдохновляющее, заряжающее энергией, позитивное. Именно на такое меня тянет. В своих родителях я больше всего ценю то, что они всегда верили в меня, и всегда говорили мне, что я истинный Кармайкл, и смогу добиться всего, чего только захочу. Несмотря на то, что они не могли помочь мне с бизнесом, подсказать какие-то идеи, они всегда были уверены, что чем бы я ни занимался в жизни, я непременно буду успешным, и учили верить в самого себя. И это безумно важно. И по сути, все то, что я делал, все то, что наполняло меня, было связано с верой. И когда я принял этот факт, это придало смысл моей жизни. Я сам стал двигателем своей жизни, вместо того, чтобы просто реагировать на внешние обстоятельства. В любой индустрии присутствует конкуренция. Буквально в любой. И весь секрет в том, чтобы быть собой. Главное, что сможет выделить тебя среди конкурентов, это ты сам. Я тут пока вещаю, пытаюсь дорогу перейти. Это главный отличительный фактор. Твое главное преимущество. Да, пока ты ищешь себя, ты можешь моделировать успех. Ориентироваться на людей из выбранной тобой сферы, и смотреть, как они развивались. Это может научить очень многому. Ты можешь заимствовать их стратегию и сделать ее своей, приспособить ее к своему бизнесу, и люди к тебе потянутся. Не все, но определенная группа людей. И что я выяснил, так это то, что лучше всего делать это, сочетая свои интересы. Так, если вы интересуетесь макияжем, это здорово, классно, но что вы любите еще? Скажем, вы также любите танцы. Танцы – еще одна ваша страсть, помимо макияжа. Так, станьте визажистом для танцоров. И в следующий раз, когда они будут собираться на съемку или выступление... Черт, этот парень чуть не переехал меня. Они позвонят вам, так ведь? Снимайте видео, ведите блог, пишите о красоте, макияже и танцах. Вот и весь секрет. Приведу еще пару примеров. Первый – это если вы любите фотографировать. Сейчас в этой сфере очень сильная конкуренция, но, скажем, вы также любите боулинг. Так, снимайте игроков в боулинг. И они по умолчанию будут обращаться к вам, потому что им нужно, чтобы кто-то снимал их матчи, и желательно, чтобы это был кто-то, кто также обожает боулинг. Если вы любите танцы, танцорам всегда нужен визажист, но желательно, чтобы этот человек был тоже одержан танцами и мог говорить с ними на одном языке. У меня есть друг, его зовут Стив, он финансовый консультант. Финансовый консультант. Да сколько их вокруг сейчас? Финансовых консультантов? Тысячи. Но он также помешан на хоккее. Он обожает хоккей, он смотрит все возможные матчи, пересматривает их раз по 20. Может смотреть хоккей сутки напролет. И он стал финансовым консультантом для хоккеистов. И когда он общается с хоккеистами, он говорит на их языке, он разбирается в хоккее, разбирается в инвестициях, и он один из них. А всякий финансовый консультант стремится работать с наиболее состоятельными людьми. Людьми при деньгах. Это их основная цель. И он смог этого добиться, совместив два интереса. Так что постарайтесь найти способ объединить два своих увлечения, и это поможет вам выделиться. Продемонстрируйте свою страсть, раскройте свою личность, свой характер, расскажите о своих ценностях. Только не надо ничего придумывать. Говорите все как есть. Оставайтесь собой, будьте искренни. И ваша открытость, ваша страсть и ваше убеждение заставят меня обратиться именно к вам, а не к кому-то другому. Будьте уникальны. Один из важнейших уроков, которые я усвоил в бизнесе, и, по правде сказать, в жизни, это то, что тебе нужно следовать за потоком. И иногда следовать за ним тебя стимулируют какие-то внешние факторы. Тебе может выпасть какая-то потрясающая возможность, или может завязаться очень выгодное партнерство. К тебе может прийти очень обеспеченный клиент, что поможет вывести твой бизнес на новый уровень. Но иногда следовать за потоком тебя побуждают внутренние причины. Например, вы можете проснуться утром и безумно захотеть что-то попробовать, или где-то во время прогулки или в душе к вам вдруг приходит интересная идея. И я понял, что следование за этим потоком – это идеи. Всегда лучшее, что можно сделать. Во-первых, потому что чудеса иногда просто приходят в нашу жизнь. И происходит это просто как внезапное озарение, а не как механический рутинный процесс. И, во-вторых, я просто не хочу потом жалеть. Иметь длиннющий список желаний, идей, дел, файл заметки Эвана в своем ноуте, который становится все больше, но никаким образом не получает воплощения в жизни. Есть идея? Хочешь что-то попробовать? Иди сделай это. Вчера... Вчера у меня был целый список дел на день. Понедельник – это мой самый загруженный день, потому что в понедельник я сам занимаюсь своей книгой. Во вторник. А сегодня, вторник, я записываю видео. Итак, вчера у меня была куча планов, когда на меня вдруг обрушилась настоящая бомба. Это был внешний фактор, и это был 50 Cent. Я сделал про него видео, а он увидел его и назвал его «Стоящей хренью». И разместил пост с этим видео у себя на Фейсбуке, Твиттере, в своем блоге, буквально везде, где только можно, и мой трафик буквально взорвался. Комментарии посыпались со всех сторон, люди стали подписываться на меня, на мою рассылку. Это видео привлекало ко мне множество людей. Это было просто сумасшествие. И у меня был выбор – поддаться этой волне или не отвлекаясь делать то, что я запланировал на день. И я решил поддаться. К тому же, это ведь так круто, правда же? 50 Cent оценил мою работу и поделился ей. И большую часть дня я провел вместе со своей командой, просто наслаждаясь этим моментом. Наблюдая за ростом просмотров, смотря кто и где им поделился. Это был своего рода праздник для нашей команды, и всех нас это очень вдохновило. В итоге весь день я провел, отвечая на комментарии, и хотя не сделал ничего из того, что планировал, это было потрясающе. Привет всем, кто верит в себя. На этом канале я уже не раз говорил, что когда ты что-то начинаешь, будь готов облажаться. Любой навык, который ты хочешь освоить, любой язык, который хочешь выучить, любой вид спорта, любая профессия, неважно, что ты пытаешься понять или изучать, поначалу ничего у тебя получаться не будет. Я уже не раз рассказывал свою историю создания видео. Посмотрите мои первые и последние видео, прогресс очевиден, верно же? За 2500 видео я вырос и стал лучше в этом. Я безбожно лажал поначалу и, надеюсь, меньше лажаю сейчас. Но была одна вещь, которая поразила меня. Произошло это, когда я просматривал свою серию Энспрессо на этом канале. Я запустил ее пару месяцев назад, и первый выпуск был с Дэймоном Дэшем. И это был такой эгоистичный проект, потому что я хотел, чтобы меня с самого утра что-то мотивировало, вдохновляло и заставляло стремиться к большему. И когда я только запускал ее, у меня даже никакого плана не было. И на мой взгляд, предпринимателям очень важно не возлагать огромных надежд на то или иное начинание и быть готовым к неудачам. И в них нет ничего страшного, потому что со временем у вас будет получаться все лучше и лучше. Помню, когда я основал свою первую компанию, поначалу я пробивался с огромным трудом. Мой заработок составлял 300 долларов, и в месяц прожить на них было нереально. Несколько раз я был на грани ухода и был готов попробовать что угодно. Я чувствовал, что перепробовал уже все, что можно, но ничего не помогало. У меня был отличный продукт, и я не мог понять, почему это так тяжело. Казалось бы, все книги, которые я читал, сайты, которые посещал, шоу, которые смотрел, все говорило о том, что все довольно легко, просто следуй этим восьми шагам, и успех придет. Я миллион раз повторил эти восемь шагов, а успеха все не было. Но настоящий прорыв случился, когда я осознал, что я не первый, кто пытается это сделать. Моя первая компания специализировалась на программном обеспечении, но никакого опыта за плечами в этом у меня не было. Кроме банального пользования компьютером, но не в смысле создания программ и прочего. Прорыв произошел, когда до меня вдруг дошло, что я не первый человек, который пытается продать софт. И тогда я обратился к опыту одной из самых успешных компаний по производству программного обеспечения в мире, к Microsoft. И мне было неважно, как Билл Гейтс зарабатывает сейчас. Я исходил из идеи, как он смог заполучить своего первого клиента много лет назад. Что он делал, что предпринимал, каким был его настрой, с кем он сотрудничал. И я заимствовал его стратегию и применил ее в своем бизнесе. И я, наконец, начал видеть результаты. Его стратегия заключалась в партнерстве. Он заключал договоры и вступал в соглашение с производителями компьютеров и прочих устройств. Успех пришел к нему после сделки с IBM. Это была сделка на 7 миллионов долларов, и именно она дала компании Билла Гейтса дорогу в жизнь. Но и до этой сделки он потихоньку заключал договоры с другими компаниями, продавая свой продукт в качестве начинки. И вот я применил эту стратегию и меньше чем через месяц заключил сделку на 13 с половиной тысяч долларов. Сейчас это может показаться вам не бог весть, какой суммой. Но тогда для меня, парня, зарабатывшего не больше 300 баксов, это было что-то потрясающее. Боже, да я богат. Невероятно, кто-то, наконец, поверил в то, что я делаю. Я, наконец, получил результат после всех моих неудач и разочарований. И я продолжил использовать эту стратегию, применял ее снова и снова, заключал все новые и новые сделки. И мой бизнес рос как на дрожжах. И в конечном итоге один из моих партнеров сам сделал мне очень выгодное предложение. Им так понравилось то, что мы делаем, что они захотели приобрести наш бизнес. Мне бы очень хотелось знать обо всем этом раньше. Хотелось бы открыть для себя эту стратегию гораздо раньше, ведь я уже почти сдался. Почти что бросил свой бизнес, решив, что надо бы действительно прислушиваться к советам друзей и найти нормальную работу. Я безумно благодарен себе, что не сделал этого, но я был так близок к этому множество раз. Так что если сейчас вы также испытываете трудности в своем бизнесе, если у вас недостаточно опыта в его видении и вы никак не можете сдвинуться с мертвой точки, начните моделировать успех. Найдите того, у кого получилось, того, кто стал успешным в вашей области. Найдите такую компанию. Узнайте, как они пришли к этому, какие ошибки совершали. Ведь вам не обязательно на всем набивать собственные ошибки. Учитесь на чужих. И вместо того, чтобы тратить долгие годы, пытаясь с нуля разработать концепцию успеха, вы можете прийти к нему гораздо быстрее, изучив чужой опыт. Вот вам тест. Если вы воодушевлены чем-то, если этим заняты все ваши мысли, если вы ставите себе поутру будильник, чтобы начать пораньше, а на завтра просыпаетесь еще до сигнала, значит вы на верном пути. Слишком много людей пытаются распланировать все максимально. Пытаются предельно ясно разложить все по полочкам у себя в голове. Выстроить очень четкую логическую цепочку, прежде чем начать действовать. Запомните, никогда ваши прогнозы не будут абсолютно верны. Вы потратите больше времени на планирование и гораздо меньше на само действие. А что вам нужно, так это следует за своей страстью, даже если это звучит безумно. Я понятия не имею, как будет развиваться мой бизнес в будущем. Будет ли он связан с видео, каким-то агентством или даже спортивными состязаниями. Я не знаю, что будет дальше. Но я знаю, что если я не буду делать ничего, то ничего и не произойдет. А следуя за своей страстью, просыпаясь как можно раньше, вдохновляясь и полностью погружаясь во что-то, мы исследуем, мы пробуем, мы терпим неудачи. Мы совершаем ошибки, но мы становимся лучше и находим свою дорогу. И вам нужно делать именно это. Если есть что-то, что вдохновляет вас, что-то, что вы всегда хотели попробовать, значит пробуйте. Даже если в этом нет никакого смысла. Потому что только пробуя, совершая ошибки и делая из них выводы, вы сможете вывести свою идеальную бизнес-модель, которая поможет вам вырасти и перейти к успеху, невзирая на то, что все остальные принимали вас за безумца. Вещь, в которую я верю непоколебима, это то, что предприниматели меняют наш мир к лучшему. Вы движете прогрессом и способствуете изменениям. И одна из причин, по которой я создал этот канал, и так люблю помогать предпринимателям, заключается в том, что именно благодаря вам, друзья, мои дети и внуки обретут лучшее будущее. Знаю, порой вам приходится туго, особенно во времена экономического кризиса. И вы вынуждены думать о быстром заработке, о том, как выжить и прокормить семью. Да, это, безусловно, очень важно. Но успешными предпринимателями станут лишь те, кто действительно сможет повлиять на других. Некоторые имеют глобальное видение, как Уолт Дисней, и хотят создавать новые города. У других видение не столь масштабное. И вы стремитесь помогать окружающим вас людям и вашим покупателям. Но в основе любого успешного бизнеса всегда лежит желание творить добро и улучшать этот мир. Я хочу внести значительный вклад и знаю, как помогать людям в малых масштабах. Я знаю, что могу помогать посредством своих видео и различных быстрорастущих проектов. Но я хочу делать нечто большее. Менять к лучшему жизни людей по всему миру. И не всегда я верил, что могу делать это. Эта цель казалась сумасшедшей. Сейчас я пишу книгу. И хочу, чтобы она несла ценность, чтобы она оказалась среди десяти самых значительных бизнес-книг всех времен. Но согласитесь, сказать легко. Каждый может заявить, что хочет написать одну из лучших книг на свете. Но кто на самом деле в это верит? Верю ли я, что могу написать такую книгу? Если нет, то никогда в жизни я не напишу подобный. И говоря с людьми, я никогда не заинтересую их. Однако есть огромная разница между уверенностью и надменностью. Самонадменностью. Поэтому то, что я сейчас стараюсь развить в себе, это вера в то, что я способен создать такую потрясающую книгу. Когда я разговариваю с Джессикой Альбой, то говорю ей, ты являешься супергероем в фильмах, но ты должна стать им и в жизни. И ты можешь стать таким героем для предпринимателей, помогать им и быть образцом для подражания, будучи главой своей честной компании. И я должен говорить это с полной убежденностью, веря в то, что это правда. Большое спасибо за просмотр. Мы сделали это видео, потому что очень любим тебя, Эван Кармайкл. И об этом нас просили твои фанаты. Мы бы также хотели узнать, какое из правил Эвана понравилось вам больше всего. Оставляйте свои комментарии и высказывайте свое мнение. И еще раз спасибо за просмотр. Продолжайте верить. И скоро увидимся. Бонус? Оу. Что же там? Что там? Эван, ну ты совсем уже. С ума с тобой сойдешь. Ты не мог бы слегка приподняться? О боже, очень вкусно. С красным вином? Ага. Красное вино решает. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Пока. Да что такое-то? Все отлично. Ну перестань. Дорогой, ты не мог бы мне помочь? Нет, ты слишком высокий. Отойди подальше. Классно. Отличный смузи. Дай петь. О, вкусненько. Серьезно? Стол хочешь сломать? Ты в порядке? Прежде чем мы начнем, я должен отдать должное Тим Хортенс. Они изменили свои трубочки. Теперь они красные и гораздо более крепкие. Так что, когда ты размешиваешь напиток, они не гнутся. Нина сейчас продемонстрирует, а то у меня рук не хватает. Рук не хватает. Маловато рук у тебя. Видите? Трубочка не гнется. Отличная работа, Тим Хортенс. И чего только не узнаешь на канале Эвана Кармейкла. Сандра, слушай меня. Тебе нужно выбраться оттуда. Нормально? Сандра, слушай меня. Тебе нужно выбраться оттуда. Похоже? Если хотите, расскажите мне, чем американский акцент отличается от канадского и приводите свои примеры. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и продолжайте верить. Пока. Скажи пока. Пока. Итак, забыла, что хотела сказать. Перестань, ты меня отвлекаешь. Итак, начали. Раз, два. Ничего. Сожмите бутылку. Вот так вот. Готово. Спасибо, замечательно. Продолжайте верить. Я очень вам признателен. Честно скажу, мне хотелось, чтобы кто-то решился и так и сделал это. И я очень-очень рад. Потрясающий рождественский подарок. Спасибо за вашу любовь. Я знаю, сколько туда в это вложено. Так что, большое спасибо, друзья. Отличного всем вам Нового года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.